Слушайте Радио Болтком. Утро на Болткоме. Ну что, мы, как всегда, в заключительной части Утро на Болткоме говорим на темы культуры. И всегда приятно, когда лицом к лицу мы можем совершенно спокойно общаться и решать какие-то свои вопросы, проблемы. — Фестиваль «Общение Лампа» начинает прием заявок на проведение мероприятий в рамках фестиваля. Сам фестиваль пройдет 1 и 2 июля в Цессисе. И в отличие от последних двух лет дистанцирования и работы в удаленном режиме, все-таки есть надежда, что этот год будет отличаться, будет возвратом, в общем-то, к привычному формату, не цифровому. — И до 14 марта, в принципе, каждый может подать заявку на проведение своего мероприятия в рамках этого фестиваля «Общение». Собственно, о процедуре мы хотим поговорить с координатором фестиваля «Лампа» Ириной Кузнецовой. Ирина, с нами уже на связи. Доброе утро. — Доброе утро, доброе утро. И как вы сказали, конечно, мы «Лампус» каждый год, уже восьмой год, создаем совместными усилиями, сообща, и очень-очень ждем заявки на разных языках, потому что у нас три языка общения, у нас латышский, русский, английский. И, как всегда, мы особо ждем мероприятия на русском языке, которые обогатят нашу программу. А что касательно самих мероприятий, ну, как бы, что это именно, как бы, какой формат, мы это всегда остаём такой открытым, потому что главное, как бы, центр, ядро, может быть, самого мероприятия — это действительно живое общение. Как оно происходит, или это дискуссия, или это, может быть, дебаты, викторина, может быть, интересная лекция, какая-то совмещение аудитории, или просто какой-то формат, который нигде никогда не был опробован, но люди общаются. Мы действительно очень-очень надеемся, что не будет летом ограничений. Министр культуры нам пообещал большим фестивалем публично, что всё-таки летом мы уже будем более-менее, ну, такое, в безопасном состоянии, что мы сможем действительно много-много людей собрать вместе и пообщаться. А сама процедура довольно-таки простая. Надо, во-первых, чтобы была идея, сформировать свою идею, о чём поговорить, какая тема. Опять же, тема — это, ну, она болевшим, она слушанным, о чём просто невозможно молчать и хочется обсудить. Не знаю, это может быть и технологии, это может быть еда, это может быть культура, искусство, политика, экономика, ну, мы, как бы, предоставляем свободу мысли в этом плане. И вот на нашей домашней страничке, правда, сама платформа анкета на латышском языке, ну, её можно тоже заполнить на русском, ну, и пройти все пошагово, все три шага у нас из заполнения анкеты и поучаствовать в конкурсе, потому что у нас все заявки участвуют в конкурсе. Программа, конечно, не безгранична, мы её курируем, мы её вместе составляем, ну, конечно, не без участия, ну, такое всенародное участие, скажем так. Ну вот, и, соответственно, есть ещё один аспект, так как фестиваль для каждого бесплатный, уже восемь лет мы стараемся, действительно, что не было бы входных билетов, чтобы у всех, даже тот, кто не может купить билет, какое-то культурное предприятие, на лапу все смогли пойти, поэтому у нас фестивальные расходы мы составляем из грантовой поддержки, спонсорской поддержки, ну, и из заплатежей тех людей, которые организовывают мероприятия, но в этом, опять же, не надо бояться. Частные лица, к примеру, у нас в основном, конечно, если проходит консур, мы как организаторам предоставляем бесплатное участие, потому что мы организовываем и техническую поддержку, и сцены, и оформление, соответственно, авторы только организуют, как бы, со содержанием и само мероприятие. Ну и есть, конечно, у нас два наших партнёра, которые организовывают, собственно, большие сцены. Это представительство Бридж-Канцов, у них, собственно, сцена, так называемая региональная сцена, где они особо ждут заявки тех людей, которые живут вне Риги, или какая-то активная деятельность у них вне Риги, это в разных регионах Латвии. И темы, опять же, различные. И ещё третье возможность бесплатного участия со своим мероприятием. У нас такой долгий партнёр уже с самого начала фестиваля, это СВБ в Латвии. У них заглавная такая тема, их цены, это устойчивое развитие. Но это все темы, которые связаны с климатой, с окружающей средой. Так что они ждут заявки именно на эту тему. Так что мы призываем не бояться и действительно поучаствовать со своей идеей. И мы со своей стороны, как организаторы, всегда поддерживаем и идеями, и как бы не то, что не тренируем людей. Мы рассказываем, показываем, что и как надо делать, чтобы организовать свои предприятия на фестивале. Мы очень-очень поддерживаем. Наши 180 организаторов каждый год. Поэтому не бойтесь, даже если у вас нет опыта. Стоит попробовать, если действительно наболело и хочется поговорить не только на ЛАМПе. Я надеюсь, что сейчас наши слушатели запишут сквендарь 1-2 июля в Ценсисе. Но и активно поучаствовать и стать нашим завтром. Потому что ЛАМПа – это все-таки общественный фестиваль на общественное благо, где действительно различные мнения, но и единая сцена. В этой связи возникает вопрос, кто и как оценивает идеи? И есть ли какие-то приоритетные направления? Ну, оценивать идеи у нас есть такой жаргон и сленг, такая кода у группы. Это такая, как говорится, наша группа организаторов. Нас, фестиваля, ой, сейчас назову, не знаю, по-моему, нас 5 в итоге получается. Мы, как фонд открытого общества, ДОЦ, а потом Ценсиское самоуправление, Светбанк Латвия, и рекламное агентство «Армадила», и агентство по коммуникации «Диплайт» и «Бритишканцы». Вот, в итоге, у нас 6 организаторов. Обычно это происходит так, что мы на сутки, в принципе, запираемся. И в одном помещении, ну, когда мы можем, конечно, и так далее. И мы оцениваем, и мы дискутируем. У нас нету каких-то очень таких критерий формальных. Вот мы ставим тройку, двойку, пятерку, там по пунктам. Программа состоится именно посредством общения, и мы смотрим, насколько это интересно заявка, сколько много балансируем, стараемся, чтобы не была лампа только о политике, только о культуре. Поэтому это такая довольно-таки трудная процесс и очень сложная в плане нам, как организаторам, потому что нам надо и отказывать очень многим хорошим идеям. Но есть всегда возможность, я понимаю, на следующий год снова реализовать свою идею, то есть или объединиться, или ее каким-то образом переработать. А есть ли какие-то ограничения? То есть понятно, что, может быть, какие-то идеи соберут большую аудиторию, какие-то будут достаточно узкими, если вдруг какая-то тема вызовет такой ажиотаж? То есть вот эти сцены, они будут варьироваться от тем? Там только у нас две сцены, которые очень... Скажем, даже одна сцена, она тематическая, то, что я сказала, сцена своего благоустойчивого развития, одна именно где региональные организации, а остальные сцены, они не тематические. И у «Ламбы» в этом году нет такой заглавной темы фестиваля. В предыдущие годы мы всегда какую-то одну тему выдвигали. У нас была такая небольшая крыша над всей программой и в общем фестивале. В прошлом году это уважение было, да, это было и вместе, и доверие. Но в этом году мы решили такую паузу сделать, чтобы действительно дать свободу всем нашим соавторам, соучастникам в организации фестиваля. Поэтому, конечно, есть темы, которые собирают небольшое количество людей, но им всем это очень интересно. И они участвуют и общаются, и дискутируют, заметают в попе друг друга иногда. А есть действительно, которые... Ну, тема, видимо, актуальна настолько большому количеству людей, что действительно приходит очень много участников, потому что «Ламба», если представить наш фестиваль, то это параллельно больше десяти мероприятий в разных концах города и парка. Потому что в этом году мы все-таки концентрируемся больше, будем вокруг знаменитого Цессийского замкового парка, возвращая все наши старые пенаты. И вот просто я хочу, как пример, привести в прошлом году одно, один бизнес-предприятие, я не буду его упоминать, но они организовали мероприятие о таком очень интересном формате, где известные люди читали себе, ну, всякую гаду, что пишут в интернете. Есть такое понятие на английском, такое «me, blitz». И они именно... За главной целью у них было именно уважение, потому что они встретились, их курьеры встретились с таким довольно-таки такой, ну, неописуемой агрессией со стороны людей, которые, ну, курьеры не могли всем доставить в гору. И, может быть, в неопределенное время доставляли. И люди очень остро реагировали, что понятно, потому что мы все живем в таком стрессе. Они хотели таким образом показать, что, ну, давайте все-таки будем больше терпимее к уважению, пообщаться. И это было какое-то одно из таких посещаемых мероприятий, фестиваля в прошлом году. Вот, поэтому как тема резонирует с обществом, трудно сказать. Но все мероприятия посещаются, и поэтому не бойтесь, даже если тема какая-то такая нишевая. Напомню, мы беседуем с координатором фестиваля «Лампы» Ириной Кузнецовой. Ирина, скажите, пожалуйста, ну вот даже исходя из, отталкиваясь от только что прозвучавшего примера, хорошо, кто-то заявил тему, собрались эксперты или просто неравнодушные, обсудили, как следует, выговорились. Дальше. Есть ли какие-то истории, ну, условного успеха, решения каких-то затруднений, проблем? Как дальше двигались какие-то вопросы? Ну, вы знаете, это один из таких сложных вопросов с одной стороны, потому что многие говорят, ну, пришли, поговорили, что дальше. Но мне кажется, это недооценивало само как бы ССО силы общения и дискуссий. Мы, у нас обычно 200-250 мероприятий, мы, если честно скажем, не следим, как вот конкретно дискуссия, какие идеи прозвучали, и вот потом было какое-то конкретное решение. У нас есть различные истории, такие тематические. Ну, это один из последних, чтобы в прошлом году на фестивале у нас встретились два музыканта, скажем так, у нас есть и культурная программа, где музыканты и общаются, и исполняют музыку. Они создали что-то своё, что-то новое. Соответственно, на лампе очень много встреч, которые, может быть, не всегда сразу же виден результат, но какая-то идея где-то засела в голове. И опять же, лампа — это, в частности, не только общение и дискуссия, но это и саморазвитие, потому что настолько много тем, настолько много возможностей что-то узнать нового, поучиться, открыть свой ум и расширить горизонт. Поэтому это тоже очень большой аспект. — Звёзды какие-то, я имею в виду знаменитые люди, которые принимают участие и наверняка собирают аудиторию, на которых могут прийти, они тоже будут в этом году? — Ну, очень надеемся, потому что, конечно же, программа только создаётся, опять же, совместными усилиями. И посмотрим, как у нас программа будет озвучена в конце мая. Конкурс на заявки завершится 14 марта. И мы в течение, ну, наверное, где-то в апреле уже финализируем программу, а уже в мае мы её озвучимся, и уже со всеми участниками, всё как полагается. И тогда уже мы будем знать, насколько у нас звёздный состав, и кто именно будет. Может быть, даже гости из ближнего дальнего рубежа, кто знает. — Наверняка. Хочется надеяться и верить. — А что важнее всё-таки? Вот что собирает больше аудиторию? Какая-то острая тема или яркий какой-нибудь известный персонаж, который выступает, на которого могут прийти? — Мне кажется, так и так. Есть и острая тема, которая собирает, есть и такие личности, персонажи. Я вот помню, у нас, когда переезжал бывший президент Эстонии, Томас Хэнри Киллэйс, ну, соответственно, это имя. Многие люди пошли, потому что это было интересно. Интересно, что он расскажет. Там тема тоже была связана что-то над дигитальной темой, что это его, как говорится, конёк. Конечно, одно из самых таких посещаемых, это у нас такое вечернее заключительное мероприятие «Прожарка». У нас всегда была «Прожарка политиков» в этом году. Мы подготавливаем что-то особое, пока не будем раскрывать карты. Мы это, опять же, озвучим уже в начале июня или в конце мая, когда озвучим программу. Так что собирают, и, кстати, такие небольшие темы. У нас всегда казалось, ну, вроде тема, она может быть неинтересна или нам, как организаторам, неинтересна, но мы её всегда включаем в программу, и мы понимаем, что мы ошибались. Эта тема, действительно, была довольно-таки интересна большому кругу людей, несмотря на дождь или другие погодные условия. Люди приходили и общались, слушали, вдохновлялись. Прекрасно. Значит, ещё раз резюмируем. Фестиваль «Лампа» после двух лет дистанцирования и работы в удалённом режиме 1 и 2 июля снова приглашает в ЦЭСИС обсудить актуальные темы, а эти актуальные темы зависят от нас, от каждого буквально, потому что по 14 марта включительно каждый может подать заявку и заявиться со своей темой на это мероприятие, и компетентные жюри в составе, в том числе, нашей гости Ирины Кузнецовой, координаторы фестиваля, обсудят между собой на таком, соответственно, конклаве из шести человек и решат, включить, не включить. Но вот как только что прозвучало, даже темы, которые кажутся организаторам сомнительными, всё равно включают с удовольствием и интересом, и практика показывает, что они выстреливают, и люди идут и с удовольствием принимают участие. Конечно же, в мае, когда станет известна программа, мы ещё раз пригласим Ирину. Да, готовьтесь. Вам придётся рассказать о программе через какое-то время. Спасибо большое. Спасибо. Ирина Кузнецова, координатор фестиваля «Лампа», была с нами. Удачи, всего доброго. Дождь там, сейчас начался ливень, не просто берегите себя, Ирина. Ну а мы закрываем утро. Завершаем утро, но я хочу просто проанонсировать о том, что продолжается программа «Вещание радио Болтком», и в 11 часов я вернусь с программой «Синема». Мы вот сегодня с Владимиром Веселовым возьмём такую любопытную тему, как культура отмены. То есть это в кино, когда какой-нибудь проштрафившийся скандальный актёр... Или какой-нибудь проштрафившийся Вайнштейн... Вайнштейн или продюсер, или режиссёр, вот теряет практически работу, его исключают вот отовсюду. Поговорим на эту тему. Ну и тем более очень много интересных всевозможных новостей, премьеров новых фильмов. В 12 часов программа «Культурная среда» с Еленой Приваловой, и гостей станет клавесинистка, профессор Московской консерватории Ольга Мартынова. Так что очень интересная, насыщенная программа. Всего доброго, хорошего дня, и оставайтесь с радио Болтком и порталом Микс Ньюс.